Сегодня московская Динамо играет с Валерой, с ростовским Валерой, да-да-да, нынешний главный тренер сборной России стал совмещать пост в Ростове. Ну, это абсолютно нормально, потому что сборной, в принципе, нет, да, игры сборной нет. Вот, и Валера вернулся в свой родной Ростов, который он любит всей душой, да. Вот, в общем-то, московские динамовцы играют с Ростовом, да, и тут, конечно же, явно фаворит московская Динамо, которая идет во втором месте, еще борется с Зенитом за чемпионство, встает Зенит на 6 очков, но имеет матч в запасе. Вот, и вот они играют с Ростовом, и, на мой взгляд, конечно же, Динамо выиграет здесь. Слушайте, ну, у Ростова разобраны по игрокам, игроков-то практически нет, да. Он полос, играет, сколько ему лет уже, Байрамян, все, больше никого там нет. Вот, не знаю, мне кажется, Динамо тут явно фаворит этого матча. Вот, и мой прогноз на этот матч, он будет очень простой, это победа Динамо с форой минус 1, коэффициент 1.77. Я не знаю, может они там и много выиграют, может немного выиграют, да, ну, мне кажется, ну, хорошая ставка, потому что, в крайнем случае, тут будет расход, потому что Динамщики должны расхерачить это Ростов, потому что, ну, во-первых, у Валера вернулся, у Валера как тренер полное дно. Вот, во-вторых, то, что все-таки у Динамо состав намного лучше, чем у Ростова. Ну, там никого нет, не у Ростова. Поэтому, я считаю, конечно же, Динамо должны выигрывать. Ростов уже в этом сезоне провел по-моему два матча, один, они мячу сыграли с Краснодаром 2-2, а второй они выиграли в гостях у Рубина, ну, там им повезло, то, что удаление было у Рубина. Вот, но при этом они еще пропустили, играя в большинстве. Вот, и я считаю, что в целом по командной игре, по командной дисциплине, ну, конечно же, Динамо лучше. И по скоростям, и по выносливости, и по всем показателям. Поэтому, победа Динамо с форой минус один, мне кажется, наиболее безболезненна ставка на этот матч. Матч начинается 20 на 0, будет трансляться по матч ТВ, смотрим футбол, болеем за Динамо Москва. Всем пока!